Друзья, у нас сейчас уже такой дополнительный еще урок 21 получается 20 уроков, а 21 будет такой не совсем урок Это будет творческая работа Очень важно, я думаю, это все сейчас нам самим услышать друг от друга И мне самому, и друг другу Нам всем надо услышать это, друг друга В некоторых школах, допустим, принято так После занятий, или после дня учебы, или после каждого урока Обратная связь такая, по партам, по двое делятся, или по группам, допустим И обсуждение, да, и вопрос-ответы какие-то там звучат В некоторых школах принято вот так вот к доске вызывать И я со школы сам боялся у доски вообще говорить что-то И, не знаю, у меня была проблема постоянно такая Вот, а потом как-то само собой это все ушло И нам нужно тоже уметь что-то говорить Я сам учусь, честно говоря, я не профессиональный оратор Просто хочу донести то, что я знаю, то, что я умею И поделиться, то, что я узнал, то, что меня освободило Потому что я знаю, что и познание истины, оно приносит свободу Когда Божье Слово приходит в нашу жизнь Когда истина евангельская приходит в нашу жизнь Когда истина историческая приходит к нам То очень от многих вещей мы неправильно просто избавляемся Слава Иисусу! Я думаю, что каждому из нас вот этот материал Который был в этой неделе прочитан, думаю, поможет И если что-то непонятно, допустим, и неясное И вопросы есть еще дополнительные, то нет проблем Я стараюсь отвечать на вопросы Сам не всегда могу я ответить в сети по времени просто Но дети, жена помогают мне И наши священники, некоторые помогают уже, слава Богу С нашей епархией Я верю, что Господь даст возможность Еще и вместе поработаем, потрудимся И вместе прославим Бога и здесь на земле И в вечности на небесах Слава Богу! Это, думаю, не просто совпадение, что мы вот так вот вместе Дружно, как братья и сестры, да Вместе с нашим Богом С нашим общим Отцом Небесным Это классно! Слава Иисусу! Господь, благослови нас И благослови Господь Нас использовать правильно То, что мы узнаем И на этом курсе И в этой школе Во имя Иисуса Христа Аминь! И пусть наши знания не отмевают никогда Пусть Господь, Он благословит нас Давайте по порядку, наверное Пожалуйста, брат Расскажи, вот как ты думаешь Что ты думаешь об этом курсе вообще? И что ты для себя принял Вот как бы хорошего, что ты понял И поделись Окей Прекрасный курс Курс назывался «История церкви» Вы... Я буду твоего говорить, наверное, тем, кто... Какие уж смотрите Я буду смотреть сейчас 20 уроков Смотрели, вероятно, другие лекции Сергея Юрьевича Журавлева Курс интереснейший Ну, вы уже это заметили сами, я думаю Зачем? Ну, нам, как верующим людям Или, может быть, кто еще не верующий человек Смотрит это Будем говорить, что Я давно не верил в случайности и совпадения И все, что сейчас происходит Это делает Господь Я, как сам человек верующий Очень рад, что теперь могу Немножко прикоснуться к истории Понимаете, церкви Это очень интересно Почему же то или иное зарождалось Это очень интересно Как все было Это нам нужно Это необходимо знать Сейчас я говорю К людям, которые уже Начали путь со Христом Да Мы все знаем, что Необходимо Делиться знаниями Делиться Благой вестью Делиться тем, что Царство Небесное уже Оно приблизилось Делиться словом Для этого мы Должны до слова уметь говорить Мы должны опираться на какие-то факты Сергей Юрьевич нам Значит Это говорил И говорит, и говорить будет Бог его на это призвал Это очевидные вещи Вот Узнал много Из всего лишь Двадцати часов Да Материала Это На самом деле Конечно Гораздо больше Хотелось бы Мы будем узнавать и дальше Потому что это очень интересно Но это знать необходимо И мы будем делиться Друг с другом Мы будем делиться с ближним С дальним Да ближний любой же Будем делиться с любым человеком И это не просто так И сейчас я уверен Убежден На своем Небольшом Христианском Жизни Да И опыте Что Если сейчас Вы вот это все смотрите То Именно сейчас Ваша жизнь будет меняться С той информацией Которую вы сейчас получите Вы Уже Вас это есть Вас посеяно И вы будете делиться И это Как же работает Бог Мы все думаем А вот так и работает Что один человек Сказал другому Посеял Может быть он даже Год об этом думать не будет Но это всплывет Вы слушали сейчас В лекции Множество примеров было И будет как снежный ком И наконец-то Вот как приближается Царствие Небесное Вот как Евангелие Распространяется Именно посредством этого Но что еще хочу сказать Необходимо все-таки знать Правду И Как мы видим Я слушал сейчас Вот эти часы Имел честь Слушать вот так И прям вот рядышком Да И я был удивлен Очень поразился Потому что на самом деле Мы находимся В великом просто заблуждении И Мы Немножко отдаляемся от Бога И слава Богу Что Есть такие люди Что Бог их призывает Их должно быть больше Посредством вот Таких лекций Количество этих Должно расти И еще раз повторюсь Больше Настоящих Верующих Христиан Будет В нашем Мире Еще представить Да Меня зовут Денис Извините Я не представился Я живу в Подмосковье В городе Балашиха А что из курса Наиболее Понравилось Или Что-то зацепило Запомнило Что-то особенно Да Зацепило меня Именно то Что Как все-таки Начинали Такое слово Хорошее Извращать что-ли Христианство Все-таки Политика Я услышал Что это страшное слово И политика И вера И христианство Перемешиваться Не должны никак Вот Да Спасибо Спасибо Прям по порядку Меня зовут Костя Я из Северо-Уральска Курс Как сказал Брат Денис Очень интересный И Конечно Трудно запомнить Все эти даты Которые Ну Здесь говорились Самое Самое Такое Интересное Что Я понял Для себя То что Ну Очень Обидно Что Да Христианство Оно Слово Стало Уже Не Не той Значимости Каким Было Изначально Каким Должно Быть Христианство Это Слово Как Обозначать Человек Который Верит Во Христа Вот Но Из этого Курса Я понял То что Нынешнее Христианство Это Нельзя Назвать Даже Христианством Это Не тот Бог Который Был Был Изначально Потому Что Нынешнее Христианство Нам дает Того Бога Который Позволяет Поклоняться Другим Богам Идолам Делать Какие-то Я не знаю Общаться С мертвыми Нам предоставляется Такой Бог Вот Но Слава Богу Что На все Это Открываются Глаза И Мы понимаем Много Людей Которые Понимают Читают Библию Понимают Что Без чтения Библии Без познания Слова Это Не христианство Вообще И Ну Конечно Было Очень интересно Про Кудичи Про Яйца Ну Про Пасху Вот И Интересно Было Про Как иконы Входили В обиход Церквей Вот И Ну Думал Всегда Что Православие И католицизм Они В принципе Как бы Люди Тоже Ну Нам говорили Что есть Истинно верующие Они тоже Спасутся Но Сейчас я вижу Что Нету Нету Таких Людей И Никто Там Не спасется Потому Что То же Самое Идолопоклонство Или Еще Что То Обращение К мертвым Это Присутствует В любом Человеке И Православном И В католике Потому Что Любой Человек Обращается К этому И Я думаю Нету Таких Людей Которые Действительно Спасутся Если Они Не придут К Богу Через Познание Его Через Рождение Свыше А если Человек Родился Свыше То Я уверен Что Он Пересмотрит Взгляды На свою Жизнь И Посвятит Себя Истинному Богу А не Тому Которого Дает нам Наше Государство Можно Сказать Или Ну Как бы Вообще Дает нам Дают нам Люди Которые Сами Не знают Бога Вот И Очень Хороший Курс Мне Очень Понравилось И Как я Уже Говорил Что Сердце Нету Никакого Ожесточения К этим Людям А наоборот Есть Сострадание Как бы Такое И Охота Наоборот Стало Еще Больше Рвения Говорить О Боге Людям Потому Что Думал Что Повторюсь Думал Что Люди Спасаются И Думал Что И Просто Нужно Чуть Чуть Подтолкнуть К Богу Ну Как бы Что Подсказать Может Но Оказывается Что Люди Не Спасаются И Нужно Спасать Да Их Нужно Спасать Вести Ко Спасению Вот И Что Это Еще Труднее Трудно Налить В В Сосуд Воду Проще Налить Пустой Здравствуйте Приветствую Всех Меня зовут Алексей Я С Московской Области Сейчас Я ученик Миссионерской Брестской Школе Нижнего Новгорода Церковь Ассамблея Бога Да Действительно Курс Был очень интересный Курс Открыл Глаза На многие вещи Курс Рассказал Нам О истории Которая Шла В протяжении Долгого Времени От самого Начала И Вся Эта История Была На крови Верующих На Их Верие Как Они Шли Как Они Несли Веру Как Они Умирали За Нее Я Очень Благодарен Действительно Этим Людям Которые Донесли До Нас Сегодня Мало Жалко И прискорбно Мало Действительно Неверующих Евангельских Христиан Которые Поповедуют Иисуса Христа Которые Поповедуют Библию Но Сегодня Мы Можем Без особых Гонений Считать Слава Божьем Сегодня Мы Можем Изучать Писание Сегодня Мы Можем Знать Бога Слава Богу Что Я могу Сказать Также Я увидел Что Многие Люди Сегодня Не знают Бога Что Есть Большая Нужда Очень Большая Нужда Как Она И была Нести Царствие Божие Проповедовать Евангелие Что Еще Хотелось Добавить Также Я увидел Что Много Людей Идя В церковь Неважно В какую Идут Искать Бога Но В ней Находят Что-то Другое Находят Заменителя Находят Обманы Находят Разные Оккультности А Самого Бога Не видят Самого Бога Вижу С другой Немножко Стороны Я понимаю Что В Писании Написано Что Князь Мира Всего Дьявол Он Ищет Как Рыка Ущелье Погубить Нас И что Всякие Обманы Все Это От Него Господь Иисус Просто Очень Сильно Взлюбил Нас И Хочет Просто Помочь Нам Во всем И Я Очень Благодарен Что Сегодня Есть Библия Школа В которой Мы С Все И Люди Сидели Были Просто В репрессиях И За веру Что Сегодня Мы Можем Без Таких Больших Гонений Передать Это Все Другим Последствиям Я думаю Господь Поможет Нам В этом Во всем Я Очень Благодаря Курсу Я Очень Много Интересного Узнал Из Него Очень Много Хотел Бы Еще По Такому Откровению Сочетать Местописание Это Второе Послание Коринфянам Десятая Глава С Третьего Стиха Мы Ходя Во плоти Не во плоти Воинствуем Оружие Воинствования Нашего Не плотские Но сильные Богом На разрушение Твердыни Ими Неспровергаем Замыслы И всякое Проразношение Восстающее Против Познания Божия Уплиняем Всякое Помышление В послушании Христу Аминь 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 Те Братья Сестры Которые Пели Псаны Когда их убивали Когда их закапывали Заживо Я очень благодарен За их веру За то что они Шли Ставались верными Богу И действительно Когда Господь Касается сердца Он меняет человека И человеку Ну неважно Возможно Какие-то Страхи Но Любовь Божия Сердце побеждает Все Слава Богу Меня зовут Андрей Я с Молдовы Села Бавлачена И что я хочу сказать Из этого урока То что я слышал Я во первых Хочу Выразить Благодарность Богу Что Я Нахожусь В истине Божьей Что Бог Дал мне Свободу Что Бог вложил В меня То учение Которое Может привести К спасению И Я думаю Что я здесь Могу слышать Эти уроки Да Мне понравилось Что Про Про историю церкви Как она начиналась И Я вижу В этой истории Что Независимо от того Что Христиан Верующих в Бога То что Их убивали Гнали Они Оставались жить Потому что Бог живой Бог давал им силы И Что я хочу Еще добавить Что Кто Хочет Прийти к Богу Не нужно Там Думать Что Ну Надо какие-то Другие там Религии Или там Что-нибудь Гнать Думая Что От этого Вы получите Спасение Что Это Бог Угодно Бог Примет Вас Таких Такие Вы Есть И Богу Не надо Своими Делами Там Оправдаться Что Это Все Будет Для Бога Можешь Что Запомнилось Что Из Курса Может Ориен Расскажи Мне Мне понравилось Что Христиане Даже Когда Игнали Они Стояли Бог Им Давал Силу Выдержать Эти Все Испытания Которые Были Гоним И Независимо От Гонений Убийств Много Что Гоняли Христиан Христиане Сейчас Есть И Благодаря Богу Мы Тоже Христиане Есть На этом месте Все Слава Богу Слава Богу Богу Слава Богу Церковь Иисуса Христа Жива Господь Жива Дорогие Братья И Сестры Я Приветствую Вас Меня зовут Галки Сергей Я Из Турмосковья Из Турмосковного города Красноармейская Церковь Имануил На Притяжении Этих 20 Уроков Мы Прослушали Очень Интересный Курс Из Этого Курса Я Узнал Я Увидел То Что Церковь Прогнулась Под Государство И Церковь Стала Инструментом Рука Государства Для Достижения Государственных Целей Может Какие-то Личных Целей Правителей Государства И Что Она Погрязла Просто В Ереси Во Лжи Которая Распространилась В массы Людей И Просто Сейчас Люди В большинстве В большинстве Своем Не знают Бога Не знают Иисуса И Прослушав Этот курс Я думаю Что у каждого Находящегося Здесь Студента Проявилось Желание Еще с большим Дерзновением Идти И нести Благую Весть Идти Проповедовать Людям Чтобы люди Узнали Бога Вот В принципе Все Что я хотел Сказать Коротко Но По-моему Аллинуй Аллинуй Слава Богу Спасибо За внимание Слава Богу Да Здравствуйте Братья Естествы Меня зовут Денис Я из Московской Области Город Электросталь Благодарю Бога Что Могу Находиться Здесь В данный Момент И Говорить О славе Божьей В нашей Жизни И В жизни Других Христиан Иисус Христос Вчера Сегодня И вовеки Тоже Аминь Мы знаем Это И С Первоапостольской Церкви Знали Это Но Далее Наверное Князь мира Сего Как говорит Господь То есть Я затмил Умы Людей Предал Их Превратному Уму И Это Превратный Ум Мне кажется Даже Зашел В церковь Мы это Видим На протяжении Всего Курса Что Истина Была Гонима Была Гонима Во всех Народах И куда Она приходила Истина Сегодня Я благодарю Бога Что На самом деле Мы Передать Другим Потому На самом Деле Это Важная Часть Важная Часть Той Нашей Миссии Для чего Призвал Нас Господь Это Благорестовование Это Раскрытие Истинного Бога Людям На самом Деле Да В принципе И все Что я хотел Слава Богу Будем вместе Слава Господь И Слава Божьей Людь Я Приветствую Братья Сестры Любовь Божьей Хочу Сказать Что Это Еще Одно Свидетельство В моей Жизни Этот Курс Это Слова Иисуса Что Блаженны Вы И будут Возгнать И за Имя Мое И мы Видим С этого Курса Что Христиане Были Гонимы С Первой Апостольской Церкви И продолжалось Это На протяжении Всего До наших Времен И Просто Я На себя Смотрю И Бывает Я просто Начал Переживать Когда Все Это Рассказывали Я Внутри Начал Переживать Вот Сострадание Чувства Просто Действительно Я Уже Задумывался Бывает Нас На Лестничной Клетке Обматерят И мы Уже Чуть ли Не Плачем Пострадали За Христа Посмотреть Как Живьем Людей Просто Жгли На Кострах За Истину И Насколько Это Была Сильная Вера Что Выходили Семьи Пару Семей Каких Выходило Из Всех Верующих Но И то Это Были Подставные Семьи То Насколько Это Единство Было Сильное В цепле И На самом Деле Очень Жалко Людей Сейчас Есть Слово Верующий Кому Не Подойдешь На Улице Все Говорят Я Верующий У меня Крестик Есть Но Верующий От Слова Верят Всему То есть Верующий Это Не Есть Кто Верит Всему Это Тот Кто Верит В Истину А Смотришь Просто Вот Я Тоже Очень Мне Жалко Стало Наших Братьев И Сестер Православия Что Они Заблуждаются Что Нет Спасения Под Вот Этими Красивыми Куполами Вот Этой Обрядностью Просто Смерть Смерть Грех Смерть И Очень Много Завес Тайны Для Меня Открылись Да Я Не Был Никогда Против Я Даже Маме Своей Всегда Говорил И Вот Мама Если Увидишь Мама Посмотри Этот Курс Это Все Просто Затмевание Разума Разума Дьяволом Это Просто Игра На Мысли Людей Просто Люди Настолько Запутались И От Мнения Каких То Я Просто Потрясем Один Человек Может Быть Где-то Повлиял Чуть Потом Через Время Еще И Мы Имеем Сейчас Не Верующих А Анти Верующих Я Не могу Больше Другим Словом Назвать Людей Которые Запрещают Читать Библию Все Что Иисус Сказал Это Все Делается Наоборот Это Все Делается С Ног На Голову То Сравнить Первое Христианство И Сейчас Христианство И Я Очень Благодарен За курс Он Очень Многому Научил Я Знаю Такие Исторические Факты Свидетельствовали Мы Что Встретили Про Небылицы Доктрины Ложные Состроенные Учения Непонятные И Мы Знаем Откуда Это И Можем Разговаривать Смело И Я Думаю Что Даже Если Мне кажется Пять минут Человеку Послушать Хотя бы Одну Историю Про Этих Святых Якобы Хотя бы Одну Историю Послушать Бабушкам Традиционным Верующим Просто Мне кажется Разочарование Придет И Я Буду Еще больше Молиться За родных За Людей Которые Просто Запутаны У которых Пелена Обрядности На глазах И Просто Столько Крови Непонятно Для чего Разве Вот этого Иисус Хотел Разве Вот такую Церковь Иисус Поговорил Апостолом Разве Апостол Первая Апостольская Церковь Она такая Была Но Из-за Невежества Из-за Незнания Очень много Совершается Греха Очень много Убийств Произошло Массовые Просто Репрессии Слово Такое Хорошее Но Не очень Конечно Очень много Людей Пострадало И Мы сейчас Действительно Живем В благодатное Время Когда Мы можем Без всяких Кровопролитий Знанием Слова Евангелия Знанием Просто Знанием Истины Когда нам Не запрещают Ничего Просто Нести И Чтобы Через нас Бог Работал Самим Читать Самим Учиться Чтобы Как Даром Получили Так Даром Отдавать Аминь 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 Приветствую Всех Братьев И сестер Меня зовут Божена Хохлова Я из города Краснопринска На данный момент Учусь В библейской Школе Ну В общем У нас сейчас Был курс История Церкви Очень интересная Очень всего Много Нового Узнала Вообще Даже Как бы Немножко Немножко Даже взгляды Поменялись На православной Церкви Немножко Даже разочаровалась Как бы Можно сказать Так То что У меня бабушка Как бы В православную Церковь Входит Мама Тоже Бабушка Поет В православном Хоре И Просто Я понимаю Сейчас То что Полностью У нее нет Осознания Что такое Бог Бог живой И По большому счету Она поклоняется Как бы Иконам Что отводит От Бога живого И Поняла То что Многие люди Которые ходят В православие То что Они Просто Не знают Бога Потому что Из-за Икон Они поклоняются Как бы Иконам Но Это им Мешает Прийти к Богу К настоящему Богу Пережить Его Узнать Его И Ну В общем Вот Вот Это Меня Очень Как бы Затронуло Скажем так Обязательно Посоветую Бабушке Даже Не посоветую А дам ей Посмотреть Этот курс Вот Уже Как бы Переговорила Со своим мужем Как бы Со Сорсоном Кохлом То что Ну Запишем Запись На диск Обязательно Отошлем Домой Чтобы Посмотрели Как бы Я не помню Какой по счету Это урок был Но Как раз Рассказывалось Об этом От церкви Вообще Как православие Пафы Священники Да Как они ведут себя Что они За 8 лет Один или два раза Вообще Библию открыли Что вообще Как бы Умные постижения Я просто этого не понимаю Как бы Как вообще Как такие люди Вообще могут Говорить что-то о Боге Если они вообще Не знают Можно сказать Ничего о нем Если они Всего один раз В жизни Два раза в жизни Держали слово Божие Я просто Ну как Этого не могу понять И ну вот Как бы Жалко вот таких людей Которые на самом деле Хотят получить спасение Но не знают Каким способом И Как бы У меня было такое в сердце Как бы Нести людям Слово Божие Рассказывать О Иисусе То что Господь Отдал своего сына За наши грехи Как бы Евангелизировать И Ну вот На самом деле Хочется Доносить Просто до людей Вот истину То что Ну Очень многие Заблуждаются Хочется Чтобы Они познавали Как бы Бога Узнавали Какой Бог Есть на самом деле И поклонялись Не каким-то там Идолам А именно Господу Аминь 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 Приветствую Против и сестер Меня зовут Ася И я хочу Вот что сказать По поводу Этого курса Ну Что на самом деле Как я думаю Сам Господь Не создавал Никаких Никаких конфессий Никаких там Ответлений Ничего такого Он не создавал Он просто Он принес нам истину Он показал нам истину Вот А все остальное Это уже дело Рук человека И Здесь Вот на этом курсе Нам показали Как заблудилось Православие Да В частности И Как мне кажется Это Не повод Для осуждения Не повод Для того Чтобы говорить о том Как же они неправы А повод Как раз таки Следить за собой Еще тщательнее Потому что Потому что Мне кажется Ну Человек Он не есть человек И всегда Возможно Всегда есть возможность Вероятность того Что Ну Придут какие-то Неправильности Так сказать Вот И поэтому Мне кажется Вот как раз таки Ну То что я Для себя взяла Это вот именно Ну Бдительность Вот эта бдительность Смотреть за собой Следить за собой Вот Еще такое Одно Одна мысль Мне пришла Что Когда пришел Христос на землю И потом Мы Говорили о том Что Первые Там Сколько-то лет После После Христа На земле Христианство Было вот Как раз таки Наиболее Близким Ко Христу Потому что Не было никаких Обрядов Потому что У людей Был сам Христос А потом Мы Мы видели Как Человечество Все дальше И дальше Отходило От Христа А сейчас Я Надеюсь Я в это верю Что мы Возвращаемся К Христу И Вот в том числе Мы Вот те Которые сидим Здесь Мы можем Приложить Что-то К тому Чтобы приблизиться Еще ближе К Нему Чтобы приблизить Все остальные К Нему И когда мы Приблизимся К Христу Окончательно Христос Вернется Вот И Наверное Очень хорошо Сказано Слава Богу Господь Идет Слава Богу Братья и сестры Приветствую вас Друзья Да Слава Богу Меня зовут Андрей Я сам Из прекрасной Солнечной Страны Катхалдавии Сила Барбачен И я учусь В библейской Нижегородской Школе Российской Федерации К чему Я очень рад Этот курс Тоже Много Помог Просто Дал Ясно Видеть Что есть Истина Что есть Ложь То есть Как-то мы Понимали Все это Но было Тому После тех Курсов Которые Мы до этого Проходили И этот Курс То есть Дал Ясно Видеть Слава Божьей Есть Истина Библия Написано Познайте Слава Истина Истина Слава Свободны То есть Он Помог Нам Увидеть Четко Что Границы Разделяет Вот И Больше Всего Меня Задело Что Со Временем По этой Истории Люди Внедряли В христианство Какие-то Свои Идеи Для выгоды И для себя И Просто Внедряя В христианство Свои Какие-то Обряды Какие-то Видения Что-то Ему Показало Что-то Ему Сказало И Через Это Они Внедряли В это И Через Это Страдали Истины Христиане Которые Хотели Услужить Истинному Богу По Слову Божьей Как Слово Бог Учит Как Христос Заключил И То Что В моем Сердце Было Переживание Это было Позавчера То Что Кто Пойдет Кто Пойдет Спасать Людей Сейчас В мир Смотришь Очень Много Людей Просто В заблуждении Про Грехи То есть Глаза У них Закрыты Кто Пойдет Говорить Я Просто Так Сидел Размышлял Кто Пойдет Кого Господь Пошлет Чтобы Действительно Проповедовать Месси Евангелие Истину Людям Открывать Людям Глаза Говорить Истину Потому Что В Библии Написано Матве 9 главе 38 стихе Итак Молите Господи Нажатый Чтобы Выслов Делать Нажатую Свою Христос Говорил Ученикам Чтобы Бог Сам Готовил Нас Для того Чтобы Жать Жатву Потому Что Без Подготовки Без Божьей Защиты Без Божьего Благословения Без Божьего Помазания Мы Бессильны Передяволом Если Я Войду С Боксом Стасиным Я Секунду Не Выдержал Так И так Без Бога Передявол Мы Бессильны Мы Можем Молиться Потому Что Бог Дал Такое Повеление Иисус Христос Дал Молите Господину То Бога Чтобы Он И Нас Здесь Которым Учимся И других Учеников Библейской Школы Где Везде Учатся По всему Миру Для Того Чтобы Действительно Учить Людей Показывать Людям Истину Чтоб Они Шли За Христом Чтоб Они Смотрели На Слово Божье На Истину Что Бог Говорит Что Бог Учит Потому Что Много Действительно И Сами Когда Были Под Этим Влиянием Мы Думали Тем Что Мы Этим Служим Богу Как Мы Из Истории Видим То Есте Людей Убивали Из Этой Казнили И Они Думали Что Этим Не Служат Богу Действительно Вот В таком Моем Сердце Желание Чтобы Бог Высылал Что Бог Сам Готовил Что Бог Благословлял Давал Дары Разумения Действительно Показывать Людям Истину Показывать Людям Открывать Людям Глаза Слава Богу За Бог Его Живое То Что Она Живая Истинно Что Девотично Она Просто Показывает Границы Что Есть Что Слава Богу Извините Хотел Добавить Сейчас Сидел Слушал Братьев И Мы Проходили Такое Что Как Говорил Андрей Что Многие Видели Видения Священнослужители И На этом Основании Строили Какие-то Учения Свои И Я еще Недавно Верующий Буквально Полтора Года Где-то И Нас Всегда Учили Даже Если Что-то Тебе Сказали Или Ты Что-то Видел Всегда Сверяйся С Писанием Проходит Ли Это Через Призму Библии И Даже Просто Элементарно Можно Сказать Себе Иисус Сделал Так Или Как Поступил Иисус И сразу Ты поймешь Правда Это Это Или Нет Зная Характер Иисуса Вот И Узнать Характер Иисуса Можно Только Из Библии Вот И Ну Как Б Такой Призыв Что Можно Все Сверять Со Словом Божьим И Читать Библию Чтобы Знать Где Правда Где Лож Аминь Хорошее Замечание Слава Богу Да Спасибо Хратья Сестры Я Очень Богу Благодарен За Все Сказанное Здесь Сейчас С вами И Вот Присоединяясь Ко всем Этим Словам Вашим Я хочу Тоже Сказать Нашим Зрителям Потому что Я думаю Что Эта Программа Может Быть На самом деле Сказано Очень Правильно Вначале Что Не только Верующие Могут И неверующие Смотреть Эту программу И некоторые Неверующие Говорят Какие вы Христиане Крестовые Походы Инквизиция Какое Христианство Вы можете Нести Мрачное Средневековье Знаете На самом деле Христианство Это Христос Христиане Это те Которые Веруют В Христа Которые Живут Христом А все Остальное Это может Быть В любых Религиях И получше Где-то Что-то И Храмы Мы Можем Похвалиться Храмами Какими-то Красивыми Но Порой В нехристианских Религиях Еще более Красивые Храмы Намного Более Красивые Храмы Чем У нас Чем Мы можем Похвалиться Ничем Не можем Похвалиться Другим Кроме Христа По сути Кроме Христа У нас Нет Ничего И И Здесь И Вечности Мы можем Только им Похвалиться И Богу Благодарен За то Что Он Взял Нас Нашел В этом Мире И Дал Жизнь Вечную Просто Как Благодать Которая Как Подарок Бога Во Христе Для Всех Кто На самом Деле Призовет Имя Господне И Слава Богу За это И Конечно То что мы Узнавали За эту Неделю Пусть это Будет поводом Для нас Для всех На самом Деле Еще больше Ревност Не служить Ему Наши Порой Гонения Беды Какие мы Испытываем Это Все Даже Не гонения Еще Не до крови Сражались Еще Подвязались Против Греха Значит И По этому поводу Для робота Вообще Никакого По идее Нет у нас Еще И Даже Если Где-то И Значит До крови Сражаемся Все равно Есть Начальник Веры Совершитель Веры На который Мы взираем Который Прошел Поприще Это Значит И Значит Прилежащему Муки Доблестно И Который Незасловил Взаимно Который Совершил Спасение Наше Дошел До конца И Знаете Вот Как Румынский Этот Мученик Ричард Вурнбранд Пастор Проповедник Которого За стенка КГБ Пытали Его Закалывали Какими-то Препаратами Значит Что он Забывал Самого себя На некоторые Месяцы Он вообще Не помнил Ни себя Самого Нигде Он Ничто Он превращался Вообще Почти Что В овощ Но Единственное Что он Говорил Потом Он пришел В себя Бог Вернул Ему Мозги Бог Вернул Ему Частично Здоровье И Ричард Он Говорил Что в те Месяцы Когда я Ничего Не знал Не соображал Ничего Но я Очень четко Знал Лишь Одно Имя Он Не узнал Самого Себя Он Забыл Все Но он Знал Одно Имя Иисус И Там В этой Камере Он Только Одно Повторял Тупо Повторял Днем Ночью Иисус 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 И Когда Его Режим Чаушеско Его Продали В Америку И его Агента ЦРУ Доставили В Америку И Знаете Делали При Конгрессе США Была Комиссия Медицинская Его Обследовали Внимательно Специалисты Разные И признали Что Пытки Которые Он Прошел Они Несовместимы Жизнью То есть Даже Человек Со Спец Подготовкой Не Выжил Бы При Таких Препаратах При Таких Дозах При Таких Пытках Железом И Прочее Но Он Выступая В Конгрессе Ему Дали Слово Он Сказал Что Насчет Не Помню Час Точно Но Выступая В Америке Он Говорил Так Что Бог Послал Его Послал Его Именно Как Голос Мучеников Один из журналистов Потом Спрашивал Его По-моему Христианин Это был Христианский Журналист Спрашивал Выгод В Советской Румынии Вы прошли Такие страшные Гонения Такие Испытания От этого Дракула 20-го столетия Чужеского Как Вы Думаете А вот Мы В Америке В свободном мире Живем И за всю Историю Америки Мы никогда Не испытывали Гонения За веру За Христа Как думаете Будет ли У нас такое давление Такое гонение На верующих Испытаем ли мы Давление Такое Испытание Допустит ли Бог И Вы знаете Ричард Он сказал Примерно так Что По его мнению Как написано Писание Что все Желающие Жить благочестий Будут гонимы Но значит То давление Которое Испытываете Выгод В свободном мире Оно бывает Еще больше Чем мы Там В советское Время Почему Потому что Прекоммунистов Потому что Коммунисты Фашисты Прочие Физически Может быть Тупо Давят Церковь Это одно Но здесь Испытание Миром Еще страшнее Будет Еще серьезнее И испытание Свободы Еще серьезнее Бывает Давление Которое Испытывают Христиане Когда Их убивают Сжигают Это одно Давление Которое Бывает В мирное Время Но Бог Испытывает Каждого из нас Веру Каждого из нас Испытывает И будь то Это В подъезде От бабушек Оскорбленные Или от кого-то Еще Сектанты Или же Это Под углом Автомата Но как бы то ни было Вера Каждый из нас Испытывается И часто Мы даже Не замечаем Этих испытаний Но И очень неприятно Когда проигрываешь Эти испытания И не проходишь И хорошо Но пусть Наша вера Будет испытана И драгоценнее Золото Будет В глазах Бога Пусть Каждый из нас Он совершит Своё спасение Дойдёт до конца И то спасение Что мы получили От христа Что мы совершили В своей жизни И не растеряли Это богатство Но приумножили Богатство веры Слава Иисусу Пусть Бог Благоставит Каждого из нас И в этом труде Написано Увы Напоминающее Господи Не умолкайте Я верю В реформацию Церкви Я верю В то что Господь Он спасает Людей И Он хочет Спасти В это время Очень много Грешников Я верю Что Я знаю Это почему Потому что На самом деле Есть время Раннего Есть время Позднего Дождя И у Оси Пророка Есть слова Интересные Что Есть ранний Дождь А есть поздний Дождь И как поздний Дождь Он обещает Орастить Эту землю И на самом деле Мы читаем О деяниях Апостолов Мы читаем О первой церкви Но мы Видим Уже с 19 Потом С 20 Столетия И наши дни Сейчас мы видим Как время Позднего Дождя На самом деле Один из выдающихся Проповедников Истории Христианства Билли Грэм Он говорил так Что за последние 40-50 лет 20 века Пришло год к вере Пришло Приняло Иисуса Христа Как Спасителя Приняло крещение В согласии Со своей верой Добровольно Не по принуждению Как-то да А к своей вере Именно Примерно столько же Сколько за всю Предыдущую историю Христианства Вместе взятую 19 с половиной столетия Представляете То есть Даже напрягив Даже на глазок Примерно половина Всех небожителей Это наши современники Здесь конечно И в количестве Населения На планете Это безусловно Но и В самой широкой Евангелизации Которая была Вообще в истории Человечества На наших глазах Она распространяется Порядка 6 миллионов В год Человек Мусульман В Африке Отдают свое сердце Иисусу Христу На евангелизациях Это Скажу Никогда такого не было Вообще в истории Человечества Такого движения Массового движения Там Бонки Там Другие служители Евангелисты Проповедники Сегодня На самом деле Мы живем В уникальнейшее время Нельзя его Переоценить Это время И мы должны Видеть себя Раз Бог Дал нам родиться Мы же Сами не можем Контролировать это Бог нас поместил Мы родились здесь И родились В 20 столетии Чтобы жить Сейчас В 21 Мы могли бы родиться В средние века Мы могли бы родиться Где-то там Во Франции В средневековье И смотри Как жгут Еретиков на кострах Мы могли бы видеть Крестовые походы Мы могли бы Где-то еще Но Бог нас поместил Именно У него все время В руках Он мог Где угодно нас поместить Но Он поместил нас Во время благодати И во время особой благодати Я думаю Это великая честь И тем более Быть спасенными В это время Великая честь Призванными к труду Особому Такому Последнего времени Это великая честь И давайте Не ударим лицом грязь И пусть Господь Иисус Благословит нас И через нас Многих людей Слава Иисусу Давайте помолимся Друзья Отец наш Сын и Дух Святой Бог наш Великий На небесах и на земле Великое имя Твое Господь Благословляем Тебя Господь Великое имя Твое Благословляем Призвать кровь Иисуса Христа Агнца Божьего Благословляем Великое имя Твое И благодарим Тебя Вместе с Ангелами Господь И небожителями Всеми Благодарим Тебя Господь Спасибо за это чудо Жизненное Спасибо за то Что Ты поместил Нас в это время Господь Спасибо Что Ты дал нам Жизнь Господь Вечную Во Христе Иисусе Господе Нашем Благодарим Тебя Господь За дух Благословляем Господь Благословляй Людей Которые Мы будем Говорить Слово Твое Господь Пусть люди Находящиеся В тени смерти Господь В сетях Находят Свободу Освобождение В имени Иисуса Спасибо Господь Благослови Помашь вас Господь Исцелять больных Поднимать Мертвых Отечеять Прокаженных Господь Нести Евангелие Царство Господь Этому миру Угибающему Потому что Время Корот Как Неукавым Потому что Ты грядешь Господь Гряди Господь Иисус Благословен Ты Бог Наш Аминь 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 Слава Иисусу Слава Иисусу